Привет! Ты на канале 6 класс ТВ. Меня зовут Марина и я репетитор по математике. Сегодня мы с тобой решим задание под номером 85 из учебника математика 6 класс Веленкин-Жохов. Давай вместе откроем учебник и прочтем условия задания. Итак, вычислите. И дано вот такое, значит, у нас выражение. Вычисление проверьте с помощью микрокалькулятора. Но это сделаем мы в конце, а вычислять придется нам с вами устно. Итак, запишем наше выражение. Для начала я предлагаю проставить действие. Какое действие будет? Первое, второе, третье и так далее. И выполнять по действиям. Итак, мы видим, что у нас есть скобки, значит, первое внимание наше на скобку. Здесь есть у нас вычитание и деление. Понятно, что деление будет первым действием, а вычитание вторым. Далее скобок больше нету, поэтому мы будем выполнять по очереди. Смотрим, у нас есть умножение или деление, то, что мы выполняем в первую очередь. Есть деление, значит, по очереди выполняем деление. И дальше у нас остается тоже по очереди. У нас сумма идет и затем вычитание. Итак, можем начинать. Первое действие. Нам нужно 3,9 разделить на 1,5. Как мы выполняем деление на десятичную дробь? Для этого нужно, так сказать, нам избавиться от запятой. Как это сделать? Для этого нужно 1,5, потому что у нас сейчас об 1,5 разговор, 1,5 умножить на 10. И 3,9 умножить на 10. Итак, у нас получится 39 мы будем делить на 15. То есть мы должны делить без запятой. Это будет по 2 целых. Мы берем, да, отнять 30. Остается 9. 9 на 15 уже не делится, то есть целой части не будет. Ставим запятую, а здесь 0. Берем по 6. 6 на 15 мы знаем, будет 90. Итак, 0. В первом действии у нас получилось 2,6. Следующее. Нужно 11 отнять 2,6. Я думаю, что мы это можем выполнить с вами устно, без столбика. Каким образом? Сначала отнимаем целую часть, потом десятую. 11 отнять 2. Это будет 9. 9 целых отнять 6 десятых. Получится 8,4. Я думаю, что это понятно, да? Так, дальше. Выполняем третье действие. Что у нас здесь? Значит, у нас здесь тоже десятичная дробь. Копь делить нужно на 5,12. Здесь у нас аж 4 знака после запятой. Давайте избавимся вообще от этих знаков после запятой. То есть нам нужно умножить с вами, получается, на 10 тысяч. Да, то есть чтобы было 5,632. Так, у нас и теперь нужно разделить. И также мы 5,212 умножаем тоже на 10 тысяч. Это у нас получается, что 512 получается и еще два нолька. Так, отлично. То есть здесь у нас 51 тысяча. Ну, понятно, что целых не будет. Ставим ноль. И здесь дописываем еще нолик. Получилось 56 тысяч. Ставим единичку. Так, отнимаем 51 тысячу. Двести. Здесь будет ноль, два, один, пять. Осталось 5 тысяч 120. Снова дописываем нолик. Так, уже у нас запятая стоит, поэтому мы смело один нолик можем записать. Да, и видим, что это будет по одному. То есть отнимаем 51 тысячу двести. То есть ответ у нас получился 0,11. Так, следующее у нас тоже идет деление. Давайте. Вот здесь я пишу четвертое действие. Снова-таки нужно избавиться от запятых. Предлагаю умножить на 100. 42. Так, 56. Получается 4256. И если мы умножим на 100, то это у нас будет 380. Итак, берем по одному. Отнимаем 380. Здесь у нас 5. Так, от 12 отнять 8. Получается 4. Сносим еще шестерочка у нас. Снова по одному. Снова отнять 380. Здесь 6. И здесь 7. Да? Получается 76. 76 уже нацело не поделится на 380. Ставим запятую. И здесь нолик. И берем по 2. Это будет 760. То есть ответ 11,2. В четвертое действие выполнили. Пятое у нас будет сложение. Так. Где нам его лучше записать, чтобы было видно? Так, пятое. Давайте я здесь запишу. Значит, нам нужно то, что после третьей действия осталось. 0,11. И добавить то, что после четвертого 11,2. Ну, понятно, что это устно будет. Целых у нас 11. Десятые с десятыми мы с вами слаживаем. В первом числе у нас это 1 десятая, во втором 2. То есть будет 3 десятые и сотые с сотыми. Там у нас только единичка. И последнее, шестое действие нужно отнимать. Да? Так. Ну, предлагаю тоже устно попробовать это сделать. То есть нам нужно 11,31 отнять то, что получилось после второго действия. 8,4. Ну, я думаю, что устно мы можем с этим справиться. Так. Отнимаем сначала, если устно мы делаем целую часть, 11 отнять 8, получается 3 целых. То есть как бы… Но 3 мы не записываем, потому что, смотрите, 31 целое нам как бы нужно отнять 40. Да? Потому что если мы в сотые переводим, то там у нас будет 40. Поэтому у нас будет не 3, а 2 целых. Да? И если, например… То есть это было бы у нас… Если без запятых взять, если обычные цифры… Это было бы 331 отнять 40. Да? 331 отнять 40 – это будет 291. Ну, в нашем случае 2,91. То есть это и будет ответ 2,91. Вот и все. На этом задании мы с вами выполнили. Перейдя по ссылке в описании на наш сайт, ты можешь решить самостоятельно похожее задание и получить за это баллы. Каждую неделю трое учеников, которые наберут больше всех баллов, получают пополнение счета на свой телефон. Если тебе понравилось видео, не забудь поставить лайк. Кто не подписан, подписывайтесь на наш канал. Если есть вопросы или комментарии, оставляйте их под этим видео. Ну, а я со всеми прощаюсь. До следующего задания.